День города с вами. Марина Комиссарова в студии. О главных событиях среды в ближайшие 15 минут расскажут мои коллеги. Смотрите сегодня. Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья. День учителя празднуют сегодня в стране и мире. О торжествах, которые прошли в Рязани, расскажем в наших сюжетах. Карточный домик. Жильцы трехэтажки в центре города буквально при каждом порыве ветра гадают, рухнут или не рухнут стены их жилья. 100 жилых домов, 3 школы и 9 детских садов остались без горячей воды в связи с прорывом теплотрассы на улице Советской Армии. Рабочие трудились всю ночь, чтобы ликвидировать последствия прорыва. Мы узнали, как обстоят дела на настоящий момент. Полвека сегодня исполняется профессиональному празднику учителей. 5 октября 1966 года в Париже на конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда приняли документы о положении учителей, где закрепили права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда. С тех пор 5 октября официально назвали Днем Учителя, и школы в этот день по-особенному шумны и торжественны. Праздничные мероприятия проходят и за пределами школьных стен. 350 работников школ и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования чествовали в Рязанском областном театре кукол, где состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Педагогов города приветствовал глава администрации Рязани Олег Булеков. 99 заслуженных учителей России, всемиро преподавателей, награжденных за заслуги перед Отечеством, 302 почетных работника образования. Об уровне профессионализма педагогов в регионе говорят эти цифры. Кроме того, ежегодно высоких результатов добиваются рязанцы во всероссийских конкурсах различного уровня. Учитель года, воспитатель года. Сердце отдаю детям за нравственный подвиг учителя. Но каждый из работников сферы образования уже совершает подвиг ежедневно, отдавая частичку своей души ученикам. Подчеркнул это в своем приветствии на торжествах, состоявшихся в театре кукол, глава администрации города Рязани Олег Булеков. И мне кажется, что наивысшее предназначение учителя – воспитать такого ученика, который будет хоть чуть-чуть, хоть на капельку, в чем-то лучше своего учителя. И чтобы он был благодарен своему учителю, который вложил в него титанический труд. И я хочу в канун вашего праздника пожелать вам талантливых и благодарных учеников. Лучшим работникам образовательных учреждений областного центра глава администрации вручил награды и ценные подарки. Труд, терпение и самоотдача. Главное, что объединяет всех, кто присутствовал в зале. Ну, в этой стезе ей 20 лет. А выиграла, потому что люблю творчество, люблю детей. В душе я всегда себя считал учителем. Ну и, собственно, мама тоже была учителем. 43 года проработала в школе. Я всегда любил учителей, всегда считал их, ну, какими-то великими, божественными. Поэтому сегодняшний день поздравляю всех с этим замечательным праздником, всех наших дорогих педагогов. Прежде всего, желаю здоровья, хороших учеников, всего самого доброго. Всего в системе образования города Рязани работает 5875 учителей. Из них в дошкольных учреждениях 2501 педагог. В общеобразовательных более 3000 специалистов. В учреждениях дополнительного образования 364 преподавателя. Как отметил глава города, в регионе активно проявляется инновационный потенциал учителей. Рязанские педагоги составляют авторские программы, новые учебно-методические комплексы, а также внедряют современные образовательные технологии в учебный процесс. Еще одна торжественная церемония состоялась сегодня в областной филармонии. Для лучших учителей региона концерт давал губернаторский симфонический оркестр. Мероприятие, посвященное Дню Учителя, прошло в торжественной атмосфере. Представители региональной и городской власти поздравили всех учителей региона и полный зал педагогов в Рязанской филармонии. Лучшие учителя области в этот день получили правительственные награды. Министр образования Рязанской области, в свою очередь, подчеркнула важность профессии для развития каждого человека и страны в целом. Сегодня в ваш адрес звучало очень много слов. И поверьте, все они искренние. Все они адресованы каждому из вас лично. Потому что самая большая награда – это звание учитель. Рязанские учителя придерживаются высокого уровня. Среди педагогов двое сейчас имеют звание Народный учитель Российской Федерации. 300 человек являются заслуженными учителями России. Кроме того, ежегодно 200 педагогов награждаются ведомственными наградами. Что касается всероссийского конкурса «Учитель года», в этот раз, в 2016 году регион представляла Любовь Голикова. Она работает в Рязани в 17-й школе учителем физики. Своими впечатлениями о всероссийском конкурсе она с удовольствием поделилась и с нами. Это большой педагогический праздник. Если честно, мы с коллегами пришли к выводу, что его не надо называть конкурсом. Его надо называть фестивалем красивых педагогических идей. Это место, где завязываются контакты, налаживаются дружеские отношения. Сейчас у меня каждый регион на карте страны ассоциируется с определенным лицом. Быть учителем я мечтала, наверное, с седьмого класса. Когда пришла поступать в педагогический вуз, то деканом его факультета спросила меня, как родители против. Я сказала, да. Он говорит, тогда берем. То есть, как бы, учителем хотелось быть давно. Однозначно, я не разочаровалась в этом. Работа у меня любимая. Работа у меня, которая дает мне, не знаю, постоянное ощущение молодости, счастья и радости. У нас с детьми взаимная любовь, и это очень здорово. Такие учителя, конечно, являются показателем уровня развития системы образования региона. Они стремятся внедрять свои проекты в школах, заинтересовывать учеников предметом, придумывают новые методики обучения. После участия в конкурсе «Учитель года» педагоги продолжают общаться, сотрудничать между собой. Еще одним плюсом для всей страны и Рязанского региона является действующий по всей стране национальный проект «Образование». Одной из важнейших задач которого является поддержка лучших педагогов. Ежегодно ко дню учителя педагогам-победителям конкурсного отбора выплачивается денежное поощрение. В рамках этой программы продолжается активная работа по улучшению условий обучения. В регионе введены в эксплуатацию современные школы на 600 мест в Кадоме и на 800 мест в Ряжске. Ведется строительство двух школ в поселке Октябрьский, Пронского района и в селе Ильинка, Скопинского района. Сейчас в активной фазе идет строительство школы и в Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочни-5. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация региональных систем общего образования-2». В регионе также формируются сети учреждений для обучения детей с ограниченными возможностями. Для этого действует федеральная и региональная государственная программа «Доступная среда». Первое заседание Государственной Думы нового созыва состоялось сегодня. Напомним, наш регион представляют три депутата. О вопросах, которые обсуждались в рамках заседания, по телефону рассказал депутат Госдумы Александр Шерин. Во-первых, Государственная Дума начала свое заседание, первое, седьмой созыв, с того, что Жарай Салферов, это самый стоящий депутат по возрасту в Госдуме. Он передал слово главе государства, президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин по приезду депутатов Государственной Думы седьмого созыва. В своем преступлении он отметил работу депутата Госдумы шестого созыва и отметил работу председателя ушедшего созыва Нарышкина Сергея Евгеньевича. Депутаты Государственной Думы приветствовали главу государства и своими аплодисментами поблагодарили Нарышкина. Ну и, соответственно, организационные вопросы были решены. Мы избрали председателя Государственной Думы Володина, избрали первых заместителей, избрали заместителей, председателя Государственной Думы, утвердили составы комитетов, внесли поправки в рекламе в связи с тем, что у нас теперь Государственная Дума сформирована 50 по одномуандатным округам и по партийным спискам депутаты избраны. Ну и, естественно, депутаты, которые выдвинуты политическими партиями, не прошедшие Государственную Думу по партийным спискам. Ну и соответственно были избраны, были утверждены составы профильных комитетов, председатели комитета были избраны и первые заместители, заместители председателя комитета. Я попал в комитет по обороне, председатель комитета по обороне, командующий ГРВ Шаманов и два первых заместителя, депутат государства Андрей Леонидович, фракция Единой России и ваш покорный слуга Александр Николаевич Шерин, фракция ЛДПР и также первым заместителем председателя комитета по обороне. 100 жилых домов, 3 школы и 9 детских садов остались без горячей воды в связи с прорывом теплотрассы на улице Советской Армии. Трубу прорвало вчера вечером и рабочие сразу приступили к ремонту, ликвидировать последствия аварии обещали быстро. Местные жители района Дашково-Песочня, оставшиеся без горячей воды и отопления, поделились наболевшим. По их словам, отключение тепла происходит довольно часто и каждый раз им приходится ждать и гадать, с чем это связано – с аварией или не вовремя задуманным ремонтом. Отключили вчера, горячей воды нет и отопления нет два дня. Это очень часто и нам это не нравится. Ремонт был мало дней, а теперь они вот рывками бесконечно отключение воды. Я работаю здесь неподалеку в детском центре педагога. Детский центр находится в общежитии. Прямо и общежитие подключают последним. Дети в кофтах, в курточках занимаются. Вообще, конечно, проблема. Включают позже, чем даже детские учреждения, школы и так далее. После прорыва теплотрассы возле кинотеатра «Октябрь» ремонтные работы начались сразу же. Вчера вечером вода и пар распространялись на прилегающей территории. Сегодня здесь все выглядит иначе. Рабочие с помощью нескольких машин и тяжелой техники произвели замену труб. По словам тех людей, которые устраняли аварию на этом объекте, горячая вода пошла по трубам уже в обед. Бригада сработала быстро. Подобного рода ситуации для Рязани не редкость. Аварии случаются в разных районах города несколько раз в год. Тогда становится понятно, почему они так быстро ликвидируются. У рабочих есть хорошо отработанные практические навыки. Дом Салтыкова-Щедрина пострадал сегодня ночью в ходе дорожно-транспортного происшествия. Автобус врезался в памятник архитектуры и оставил серьезные отметины на фасаде здания. В ночь на 5 октября на пересечении улиц Ленина и Никола-Дворянской произошло серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта. В нем пострадало 6 человек. По предварительным данным, в аварии виноват молодой мужчина. В половину первого ночи на легковом автомобиле ВАЗ он выезжал со второстепенной полосы и не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной полосе. На месте аварии до сих пор можно увидеть следы шин и разбитые стекла. Но лучше всего оценить силу удара можно по зданию филиала Рязанской научной библиотеки имени Горького. Именно в него пришлось тормозить водителю автобуса, чтобы избежать больших последствий. Здание сильно пострадало. Следы удара видны даже на большой высоте. К счастью, в результате ДТП все остались живы. Водитель легкового автомобиля и 4 его пассажира доставлены в больницу. Одной из пассажирок автобуса также потребовалась медицинская помощь. Жильцы дома 52 по улице Пожалостина опасаются, что в любой момент могут остаться без крыши над головой. В буквальном смысле слова. Или же без стен, потому что стены грозят вот-вот рухнуть. Построенный в 40-е годы дом изначально был двухэтажным. Затем надстроили третий этаж. Сейчас жильцы 14 квартир бьют тревогу. Подробности в следующем сюжете. Мы не раз рассказывали о домах в аварийном положении. О жильцах, которые безуспешно ищут правды, обращаясь в разные инстанции. Крик о помощи снова звучит в нашем эфире. Сегодня о своими бедами делятся жители дома в самом центре города. Несмотря на свое расположение, проживать в таком районе, пожалуй, мечта многих. Дом не только не украшает исторический центр, но и представляет собой опасность для своих жителей. Начиная с фасада здания, то есть балконы рушатся, стены. Из стены вываливаются кирпичи. Не сегодня, а завтра, в частности, на квартире номер 6, обрушится стена. А если смотреть с квартиры на нее, то она наклоняется потихонечку вперед. Там у меня находится диван, и я боюсь каждый день оказаться на улице. Стены рассыпаются на глазах, а сквозные дырки, по словам жильцов, иногда залетают птицы. Да и сами стены держатся с трудом. Дом просто разъезжается, как карточный. При любом резонансе, будь то фура проехала, либо самолет пролетел, стены трясутся, со стола падают на оживилки, и дом просто может сложиться, как карточный в любой момент. Делать ремонт, пытаясь улучшить условия самостоятельно, затея бессмысленная. Даже я поставила пластиковые окна, и снутри они все там и дуют, и сыпятся. И пластиковые окна не спасают, потому что гуляет ветер. Дети маленькие, да, трое внуков у меня там, поэтому... Некогда стены пытались укрепить стяжками. А вот это наша стяжка, которую даже назвать так нельзя, потому что она уже сама попадает, и дома она не держит просто. Что и говорить о том, какое количество писем уже написали жильцы в попытке быть услышанными. Дом, который мог бы послужить декорацией к новому фильму. Рязанского режиссера Юрия Быкова расположился на улице Пожалостина, в самом центре нашего города. Жильцы удивляются, каким чудом он все еще не рухнул. Пишут письма в разные инстанции, обращаются в жилищную инспекцию, в управляющие компании, но получают неизменные отписки и рекомендации провести независимую экспертизу, которая признала бы этот дом аварийным. Официальное письмо отправили и мы с просьбой прокомментировать проблему жителей и вернемся к теме, как только получим ответ. На этом у меня все новости. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok